Ну вот, я не знаю, вы меня убьёте, но у меня большой соблазн опять начать сначала, по-быстрому, конечно. Да, мне ему соблазн. Крутануться. Вы, Влад, по каждому поводу только меня не останавливаете, ладно? Потому что, если бы я дальше двигался, ещё можно было, поскольку я кручусь на одном месте, а вы ещё тут сильно встреваетесь, сильно налоги. Не надо останавливать. И так стоим. Да-да-да. Не, ну, начало самое сложное. Если бы как в начале задашь, так она и дальше и пойдёт. Это тоже верно, да. Значит, форма есть, содержание в этой форме становится. Значит, первый шаг. То, что форма знает о себе. Форма знает о себе только своё существование. Есть или я есть. Познание себя делает форму существующей, но как познание не отличается от самой формы. Знать – значит быть. То есть опыт самопознания и опыт бытия совпадают. Форма ещё не знает о себе ничего, кроме существования, не того, что она форма, то есть нечто ставшее, не того, что она как ставшая причина содержит. Она знает только то, что она есть. Она знает только то, что она есть. Однако форма не существует без содержания. Это вытекает из самого первого параграфа. Это вытекает из самого первого параграфа, что форма возникает в содержании. Форма без содержания не существует. Поэтому, когда форма знает о себе только то, что она есть, а содержание, она знает только то, что содержание возникает. Становится как содержание. Становится, значит, переходит к небытия, к бытию. Значит, когда форма знает о себе только то, что она форма есть, то для так понимающей себя формы содержание предстаёт как становящееся. Вот как бы начало, первый опыт. Так и написано. Опять же заметим, что форма или я не знает о содержании больше ничего, то есть не знает, что именно возникает. Или что именно возможно. Таков первый опыт рефлексии или самосознание формы. Форма сознаёт себя существующей, и для таким образом сознающей себя формы содержание предстаёт становящимся как содержание. Вот таков первый опыт рефлексии. Давайте его ещё развесим. Какие-то вызывает вопросы по существу. Таков первый опыт рефлексии или самопознание формы. Форма сознаёт себя существующей, и для таким образом сознающей себя формы содержание предстаёт становящимся как содержание. О форме мы не знаем ничего, кроме того, что она есть. Содержание мы знаем только то, что оно становится. Не знаем, что именно становится. Поэтому мы говорим, что содержание становится как содержание. Форма сознаёт себя существующей, и форме открывается лишь отношение становящегося и ставшего. Ну, всё-таки она же знает себя в качестве ставшей формы. Нет. Только как существующей. Только как существующей. Только как существующей. Форма знает о себе только то, что она существует. Она ещё знает себя как форму, и тем самым она может относиться к чему-то, что не есть она, только как к содержанию. То есть она знает о себе, что она форма и что она существует. Ну, это минимум, мне кажется, с которого она может начать. Иначе непонятно, почему вот я знаю о себе, что я просто есть, но то, что помимо меня есть именно содержание, именно становящееся, это же, ну, включает в себя два элемента, уже отношение моё с этим содержанием, это содержание, и оно становится в контраст ко мне, ставшему. А пара есть и становится, вам кажется, это мало, да, для начала? Просто есть. Ну, пара есть и становится, возможно, но тогда становится не содержание, а просто что-то становится. Ну, а я так и говорю, я говорю, что мы не знаем что становится, но просто содержание становится как содержание. Может быть неудачно сказано, но как сказать? Что что-то становится... О себе форма знает только то, что она есть, о содержании знает только то, что оно становится. поскольку она не знает себя как формула при содержании она не знает как содержание ну в нормальном смысле конечно не знает но просто иначе откуда бы возникла парность к тому что это именно содержание поскольку мы не знаем об этом становящемся ничего то вот это вот определение этого становящегося как содержание тоже откуда может взяться не откуда нам здесь как бы предварительно вот эти слова формы содержать не точка зрения самой формы мне надо сказать что форма есть как бы все остальное становится для формулы я сама форму то что для нее существует это то что она есть и то что другое становится есть и становится больше здесь ничего нет здесь нет длениво нет формы и содержания не но иной формы же есть форма держит у себя как то же самое как то же самое иное бытие вот форма есть и в качестве пары к этому есть фона чтобы это становление я есть и другую иной иной становится здесь может был так сказать что иной и становящийся тоже есть на самом деле есть тождественное бытие равное себя есть как бы остальное как бытие становящийся мы не можем проговорить что это тождественное себе бытие просто есть не надо добавлять тождественное форму содержать тождественное равна себе есть готово это первое предварительное как бы такое рассуждение фура по которым мы останемся на по всему ходу рассуждения чтобы там не было а первые опыты заключаются в другом в том что форма себе знаю только то что она и есть видите форма еще не знает тебе ничего кроме существования ни того что она форма то есть нечто ставшие ни того что она как ставшая причина содержания этого форма тоже не знает на знаю только то что она форма есть просто есть я я есть там туда вот интуиция еще не знаю что я причина содержания а содержание назвать содержанием мне кажется ничто не может сказать нечто становящиеся нас запомнил ничего не нашел в шопу угол и на просто здесь же такая вещь как если мы отмечаем какую-то точку отсчета тем самым отмечаем не только то это но и все остальное относительно этой точки но это вот если какую координату задать там это взять систему координат все остальное относительно координат как мне кажется именно так из форма да а сейчас все остальное относительно этой формы ногу в результате говорится форма сознает себя существующий существующий и для таким образом сознающий себя формы содержание предстает становящимся можно убрать как содержание чтобы не на самом деле не резала глаза или содержание предстает как нечто становящее и просто предстает как становление есть и становление хорошо давайте так но есть же другая пара актуальная и потенциальная форма еще не знаю что она актуальная была сколько можно форма еще на первом шаге форма не знаю что она актуальная творишь это еще одно дополнение еще одно определение по сравнению съесть есть есть просто есть когда форму узнаешь она актуально это будет уже ну шаг вперед как смысле актуально это же есть как бы выражение бытия только по отношению к чему-то чего нет только не нет остановится или вы хотите сказать что все таки есть уже предполагает себе рефлексию установления ой это уставшего соответственно на себе я думаю что это самое простое определение которое еще не предполагает ставшись то есть сознание ставшись ставшись то есть форма знает меня выражает это фразу самосознание совпадает существовать а потому что существование у нас есть не что иное как удостоверение существования то есть самосознание сама форма удостоверяет это о том что она существует то что мы говорим есть это на самом деле не что иное как это свидетельствование о себе да у меня это не получается что это свидетельствование о себе первым опытом рефлексии является свидетельствование того что ты существуешь но ты еще не актуален почему я говорю не актуален потому что вот то самое главное что мы добавляем мы уже говорили это мысль что актуальность и означает причине это единственная причина которую мы вносим мы отличаемся от аристотеля и вообще это такая вот мысль значимая сама по себе которой хочется плясать причин а ну я с этого начинаю сказать форма ставшая и причина одно и то же это как бы общее условие разговора а слово ставшая не сбивает в толку что ставшая предполагает предыдущее становление предполагает конечно предполагает вообще форма становилась что ли а потом стала почему ну а что значит ставшая форма если форма всегда равна тождественно себе как она может быть ставшая это по определению она ставшая по определению просто она с самого начала себе этого еще не знает она и ставшая и причина содержания но она этого не знает еще о себе сначала опыт самосознания совпадает с опытом существования и больше ничего кроме существования на мой взгляд нет то есть нет никакого противоречия но слово содержание если хотели бы убрать и заменить на нечто ставшее или просто становление ну просто становление просто становление наверное существование и становление нет то есть как бы вот сначала идет некоторый совсем общий тезис который будет развиваться дальше во всем тексте это такая просто некоторая декларация вот в эту декларацию можно поместить такие ключевые слова по поводу формы и содержания а потом когда начинается уже собственно само движение ну да вот есть оппозиция формы которая знает о себе только то что она есть и становление все тут можно можно дальше двигаться из этого это кстати особенно удобно потому что тогда уж ну кристально ясно почему содержание то есть вот это вот становящиеся выступают угрозы для формы потому что вся разница между формой и становящимся то что форма есть а становящиеся становится есть и если станет то тогда будет неотличима от формы и собственно говоря что это не знаю с ним сделает поглотит ну в общем здесь по крайней мере слова об угрозе будут точно совершенно ясны ну хорошо я еще раз пересмотрю текст и может оставлю просто становление но у нас же на самом деле пара бытие и небытие и ставшее становящееся а нет у нас пара бытие это у кого пара бытие и небытие у нас пара бытие и становление по понятиям как бы что вот есть понятие бытие оно противоположено небытие у нас нет у нас бытие и становление есть и становится есть и становится быть совершенно другая пара собственного языка как построишь новую философию не задав языка как мы будем пользоваться чужими парами бытие, не бытие. Да, вот это бытие, тогда оно подразумевает, что оно самоотождественное в себе. То есть, у нас здесь и тождественное, и это как бы неотождественное. Ну, в некотором роде, да. Но это как бы раскроется, раскроется, как бы станет понятно, а будет понято самой формой. Просто проблема-то состоит в том, на которой я каждый раз указываю, что становление тоже форма бытия. То есть, просто есть. Нет, потому... И спорно бытие как тоже для того, чтобы были формы разные бытия, это должна произойти более сложная ситуация возникла. А пока просто есть или не есть. Нет, или становится. Или становится, да. Есть или становится. Есть или становится. А разные формы есть. Это еще надо обосновать, что это за билиберда такая. Поэтому первое, как обычно, на право гейгерда бытие и не было бытие. Без различения разных видов бытия. Бытие ничто. Все-таки у Игоря бытие ничто. Бытие ничто? Ну, кстати, да. Кстати, да. Тоже свой язык скажу. Вполне себе не сказать, что просто повторение предшествующего. Бытие ничто, да. Итак, хорошо. Бытие и становление. Значит, форма сознает себя существующей. И для таким образом сознающей себя формы, но для тоже вот иное пристает к становящимся. Это такая технологическая начажка, на мой взгляд. Я бы как ни странно оставил слово содержание. Или содержание пристает становящимся или как нечто становящееся. Ну, как-то так, да. Я же употребляю слово «форма». Я просто говорю, что «форма» на первом шаге, и слово «форма» все время употребляю, просто в каждой строчке. Ну, просто я говорю все время, что «форма» еще не знает о себе ничего, кроме существования. Ни того, что она форма, то есть нечто ставшее. Ни того, что она как ставшая причина содержания. Ничего этого она не знает. Не, я же говорю, в тексте это совершенно допустимо. Сначала идет самый общий тезис. Вот он и есть. А само движение начинается только после этого тезиса. Поэтому тут как раз все хорошо. Ну, все-таки вот эта фраза, когда форма сознает себя существующей, и для таким образом сознающей себя формы, то есть формы, которая не знает о себе формы, а знает о себе только существующей. Содержание предстает становящимся как содержание. То есть как бы форма якобы знает в этом состоянии содержание как содержание. Но это явно на этом этапе не может быть. Значит, просто становящимся. Предстает становящимся. И как нечто становящее. Хорошо я. Значит, вторая цифра. У всех есть этот новый текст, да? То есть форма противоположна становящемуся. Да. Но не бытие. Да? Просто первый способ, каким форма себя знает как бытие. То есть не бытие противоположна становящемуся, а форма противоположна становящемуся. И первый способ, каким форма знает о себе, это бытие. Да. То есть не бытие, опять же, противоположное становление, а форма противоположного становления. А бытие – это просто способ, каким форма знает о себе. Отличие от иного. Как бытие? Ну, получается, всё так. В точности так. В своём первом опыте форма обнаруживают две стороны. Два момента или аспекта. С одной стороны – то, что форма существует. Нет, просто то, что форма существует. А содержание становится, то есть переходит… Как содержание наберу, хотелось бы… Мы всё равно есть, ладно. С одной стороны – то, что форма существует, а содержание становится. То есть переходит из небытия в бытие. Означает, что форма предшествует содержанию. Форма уже есть, а содержания ещё нет. Это вопрос об актуальности. Это аспект бытия формы. В своём первом опыте, опыт зафиксирован так, что форма знает о себе только то, что она существует. Это в своём первом опыте форма обнаруживают две стороны. Одна сторона. Заключается в следующем. То, что форма существует, а содержание… Только работаем с бытием и становлением. Всё. Пока форма знает о себе только бытие. Мы всё время повторяем слово «форма», но мы должны помнить, что форма о себе знает только то, что она существует. Больше ничего. Из этого и исходит. С одной стороны, то, что форма существует, а содержание или там нечто иное становится, то есть переходит из небытия в бытие, означает, что форма предшествует содержанию. Форма уже есть, а содержания ещё нет. Как будто это уже есть, эта форма, вы говорили, актуальна, да? А содержание потенциально. Пока мы этого ещё не знаем. Мы пока исходим просто из существования формы. То, что форма существует, а иное становится, и просто из этого утекает. Как переходить из небытия в бытие? Что форма, как существующая, предшествует становлению. Ведь то иное, назовём это всё-таки содержание, то содержание, которое становится, оно переходит из небытия в бытие. Ну, это и есть переход из потенциального в актуальное. Да. Ну, значит, форма актуальна, иначе говоря, а содержание потенциально. То, что форма предшествует содержанию, это означает, что форма актуальна. Ну, в общем, я к этому и веду, да. Что форма, аспектом, к чему я веду, аспектом бытия формы является то, что она актуальна, то есть то, что она форма. Одним из аспектов. Нет, то, что актуальность противоположна потенциальности. Первое у нас было, что форма противоположна иному, то есть как бытие противоположному становлению. Второй аспект – форма актуальна, противоположна чему-то потенциальности. Что есть только, что переводится из небытия в бытие благодаря форме. Ну, в общем-то, раз мы говорим «предшествует», значит, приходит из небытия в бытие благодаря форме. То есть форма уже, выделяя этот аспект в своем существовании, уже как бы оказывается на позиции актуальности. Нет, может быть, как сказать, сначала форма актуальна, то есть что она предшествует, а потом можно было бы сказать, что форма причинна, как бы третьим аспектом. Это одно и то же, Булат, я абсолютно в этом уверен. Это одно и то же. Форма потому причиняешь, потому предшествует, что она актуальна. Только поэтому. Никакого другого смысла предшествования нет. Это самая дорогая вот мысль, с которой я нянькаюсь, ради которой может весь текст написать. Форма только в этом смысле предшествует, только в этом смысле является причиной, что она актуальна. А то, что в ней становится, потенциальна. И поэтому форма предшествует. Но мы выделяем только один аспект бытия формы. Я говорю, с одной стороны, то, что форма существует, больше она ничего не знает. А содержание становится, то есть приходит из-за бытия, это означает, что форма предшествует содержанию. И Влад, наверное, прав, когда уже я заговорил о предшествии, я заговорил о том, что форма уже знает себя причиной содержания. Но это аспект. Это аспект. Потому что, с другой стороны, поскольку содержание переходит к бытию, мы имеем некоторый целостный опыт. Форма есть, или знает о себе, что она есть. А содержание знает, что становится. Вот одним аспектом этого самостоятельного опыта, важно различить самостоятельный опыт и его аспект. Одним из аспектов является то, что форма предшествует содержанию. Но есть же и другой аспект. Он всё равно есть. Поскольку содержание, Игорь уже говорил, что он прямо напрашивается, поскольку содержание переходит к бытию, возникает как содержание. Но опять как содержание я говорю. Содержание поглощает собой форму, форма исчезает в содержании, не отличая себя как форму от содержания, а вместе с формой исчезает и само содержание. Это два аспекта. То есть мы имеем бытие формы, и одним аспектом является то, что форма предшествует, а другим аспектом является то, что форма исчезает в содержании. Это две стороны самостоятельного опыта. Вот этого самого первого опыта рефлексия. Обе эти стороны являются лишь абстракциями, вычленяемыми из реального опыта сознания. Из того самого первого реального опыта сознания. Правильно же так сказать, что форма теряет себя, когда переходит к сознанию содержание. Не то, что прям содержание поглощает форму. Форма либо удерживает себя как форму, либо содержание теряет себя как форму. То есть в содержании форма теряет себя как форму. Да, потому что содержание возникает как содержание, то она поглощает собой форму. А, не, ну просто возможно подумать, что форма как будто бы какой-то это поглощает форму. Как содержание поглощает форму, это как будто бы внешний какой-то процесс. На самом деле внутри формы, когда форма пытается сделать содержание ставшим, она перестает себя удерживать как форму. Опять же вопрос свидетельствия. То есть форма не может засвидетельствовать о самой себе в содержании, когда переходит в содержание. Правильно я понимаю? По-моему, да. Форма действительно не может засвидетельствовать о себе в содержании. По-моему, это очень хорошо сказано. Но исчезает как форма, а вместе с ней, естественно, исчезает и содержает. Значит, обе эти стороны, где форма с одной стороны предшествует, а с другой стороны исчезает в содержании. Вот эти две стороны. Обе эти стороны являются лишь абстракциями, вычленяемыми из реального опыта сознания. Вычленение, различение обеих сторон является продолжением рефлексии. Ну, действительно так. Мы сначала рефлективно зафиксировали первый опыт, так называемый, когда форма знает себя как существующая, а содержание как становящаяся. И мы продолжаем опыт рефлексии, погружения формы в себя, различая в этом первом опыте аспекты, абстракции. Однако, если мы сравним эти стороны или абстракции, то обнаружим, что первая абстракция, где форма предшествует содержание, мыслима, не только как абстракция, но является действительным самостоятельным опытом сознания. То есть опытом причинения, потом уточним. Опытом сознания. Это объясняется тем, что отношение содержания и форма берется со стороны формы. Что же касается второй абстракции, где содержание поглощает форму, то она мыслима только как абстракция, как момент реального опыта. Кто имели, в какой мыслим этот момент в качестве действительного самостоятельного опыта, мы, как выразил собесарство, падаем в ничто. То есть один из двух моментов может быть представлен как некое продолжение движения. Второй момент, где содержание поглощает собою форму, самостоятельным стать не может. Таким образом, в первоначальном опыте сознания только одна из его сторон может быть осуществлена. И это осуществление означает осуществление возможностей, которые заключаются в этом опыте. Ничто не побуждает формуле сознания подвигаться к новым, более сложным этапам. Но сознание обнаруживает возможность для такого движения и произвольнее ее осуществляет. Это и происходит, когда форма сознает себя формой, то есть сознает себя актуальной, ставшей. Вместе с ним форма сознает себя причиной содержания. Потому что предшествование или причина и заключается в том, что она – ставшая форма, становящегося содержанием. Если раньше форма знала о себе только то, что она есть, то теперь форма знает, что она – форма. То есть нечто, ставшее и причиняющее собой содержание. Ну вот это как бы переход ко второму опыту. Форма знает саму себя, это же самосознание форма, да? Не слишком ли быстро форма перешла к самосознанию? Когда началась самосознание, когда она знала только свое существование, это было самосознание. Самосознание совпадало с существом. Можно было бы сказать, что форма говорит «Есть» не в смысле того, что она себя знает, а в смысле знает, что есть. И также можно было бы сказать, что форма знает себя, то есть знает актуально. Не в смысле того, что она себя знает, а в смысле того, что она знает, что это актуально. Да, она свидетельствует свое существование, поэтому она не может просто что-то знать, какое-то бытие. Она знает именно то, что она свидетельствует. Я есть. То есть с самого начала самосознания? Конечно. А теперь она знает, что она форма, то есть то, что она ставшая. Просто проблема, когда состоит в том, что утверждение «я есть» подразумевает, что это «я» каким-то образом известно до того, как есть. То есть есть это некая как бы предикат, что ли? Нет? Наоборот, способ существования заключается в этом свидетельстве. То есть она этим свидетельствием себя порождает в качестве существующей и знает одновременно об этом. То есть то, что она существующая. Ну, слово «я» можно убрать, оно действительно мешает так же, как вот эта история содержания, как содержание. Это, в общем-то, существует терминологический вопрос, но слово «я» может раздражать, конечно. Ну, ладно, мы обещали не слишком много уделять внимания терминологии, хотя иногда это надо делать, с тех, кто работает. Я уже к нему больше никогда не вернусь, ни за что. Так что можно вот с самого начала доводить и терминологически до ума. Значит, форма узнаёт, что она является причиной содержания. И в этом смысл предшествия. Я ещё раз говорю, в предыдущем тексте моя ошибка заключалась в том, что я вот эту фразу «форма уже есть, содержание ещё нет», я эту фразу понял как выделение пустой формы. А пустая форма вовсе не есть причинение. Про пустую форму можно сказать следующее – форма есть, содержание нет. А мы сейчас говорим, что в существовании, в рефлексе существования, или просто в существовании формы, в качестве аспекта выступает предшествование. И как мы только это предшествие не возьмём как самостоятельный аспект, то мы получим вот причинение. Причинение в смысле актуальности формы и становящегося содержания. О содержании форма также знает не только то, что оно становится. Раньше в первом опыте содержание становилось. Но что становится – нечто одно. Влад предлагает сказать тоже – тождественное себе. Ну тут просто технологически тяжело в этом работать. В тождественной себе форме может возникать только тождественное… А нет, у меня есть вот эта фраза. Может возникать только тождественное себе содержание. Но и вообще становление мыслимом – лишь как становление одного. Понятновение многого было бы изменением или превращением, а не становлением. Одно в данном случае – это чувственное одно. Значит, новая форма у нас, какая первая была – есть и становится, а теперь актуальна. Форма знает теперь о себе, что она актуальна, но и о содержании она знает уже не просто, что оно становится. Раньше оно просто становилось, поэтому я как бы и впал в эту фразу – становится как содержание. То есть не было понятно, что именно становится. А теперь понятно, что не просто становится, а становится как нечто одно или тождественное себе содержание. Содержание, становящееся содержание, получает вид становящегося как тождественное. Зачем-то я… Такое не тождественное содержание, а оно становится тождественным. Ну оно вопределение становящееся. И становится тождественным. Становится. Раньше оно становилось просто – становится тождественным. Как оно стало разным-то? Одно уже это ставшее? Ну что тождественное, что одно – какая разница? Вы думаете, это неудачное слово? Не знаю. Просто одно – это ставшее или не ставшее? Конечно, не ставшее, а становящееся. Как становящееся одно, да? Да. В чём-то ставшее, в смысле тождественности, а в чём-то становящееся. То есть часть тождественности формы перешла на содержание. Оно стало в смысле одним, то есть в смысле чем-то тождественным, а с другой стороны становящееся одним. Ну я бы не стал так говорить, что что-то от формы перешло на содержание. Нет, ну это я… Просто… Содержание теперь становится… Содержание теперь становится… О содержании форма знает не только то, что оно становится, но что становится нечто одно. Это некое новое знание, которое… А когда бытие содержание как становилось? Просто становилось? Когда была первая форма, форма как бытия, содержание какое было? Просто становилось. Или я, как я выражаю, становилось как содержание? Нет, мы в прошлый раз же говорили как конечное одно, бесконечное. То есть содержание, когда… В форме бытия было бесконечное. На самом первом шагу содержание становилось бытием. Тут просто можно было добавить, что не просто одно, а конечное одно. В отличие от первого, который был как бы там неопределённым, а значит бесконечным. Первое же просто неопределённое нечто. Ну, а зачем здесь так усложнять, когда достаточно эти шаги отличить, так как они уже отличены? Нет, просто одно возникает непонятно откуда, да? Оно выступает парой. Одно – это то, чем становится содержание, когда форма уже осознала себя как ставшее. Когда форма осознала себя тождественное? Да, когда форма осознала себя тождественное. То есть содержание точно так же стало чем-то тождественным? Ну да. Просто чтобы их отличать друг от дружки, говорится про форму, что она тождественная, а про содержание, что оно становится одним. Но в целом, да, оно становится чем-то… Тождественным. Тождественным. Это неопределимое. Но когда содержание становилось бытием, но оно тоже было конечным? Все становящееся – конечным. Нет, там было неопределённо. Ну, все становящееся – конечным. Если мы говорим уже что-то становится, то мы говорим, что оно конечно… Оно же всякое время имеет какую-то границу. Нет, мы же как говорим… Что такое бесконечное? Это то, что не имеет определённости. То есть, того чего нет границы. Границы. А тут написано, что границы служат иное чувственное содержание. А там границы нет. А, здесь наоборот, границы служат не иное чувственное содержание, а отсутствие всякого содержания, да? Да. Так же. И поскольку чувственное содержание не есть, а становится, то оно, будучи одним, в то же время имеет границу. И все это написано. В тексте не очень понятно, почему возникает вот это чувственное содержание. Да, я только хотел сказать, что одно это чувственное. Но если оно конечное было, то это было непонятно. А почему оно чувственное? Почему чувственное, и что это, собственно, значит здесь? Мне кажется, непонятно в тексте. Может быть и так. Просто как тезис-то подается, одно это чувственное одно. В данном случае, в каком случае? Ну, мне кажется, это не очень понятно. Может быть. Почему оно действительно чувственное одно, а не просто. От этого можно просто убрать. Все это про анастимандры и хорес мне не жалко. Как раз по анастимандре и хорес было бы хорошо с точки зрения конечного и бесконечного. Анастимандр бесконечное, хорес, хорес, хорес. Нет, здесь можно переформулировать, что одно, по всей видимости, должно иметь границу. Но если это ставшее по определению действительно одно, то оно не может быть ограничено, потому что нет ничего, чтобы его ограничивало. А с другой стороны, Олег Михайлович, у нас же общая канва в том, что одно становится в тождественном форме. То есть в некотором смысле этот аргумент тогда не должен сработать, потому что одно ограничено, оно ограничено формой. Оно стало одним, и это означает, что форма вступила в становление и образовала одно. У вас не форма противоположна одному, а в одном присутствует работа формы. Как вот мы говорили, форма вступает в хаос, и из хаоса вырезает форму шара. Шар. И поэтому предмет становится одним в силу того, что работа формы перешла на предмет. Может быть, знаете, нужно... Синтетическое уже. Нужно что-то добавить по поводу формы. Вот смотрите, было это хорошее рассуждение о том, что после того, как форма познает себя в качестве ставшего, то есть тождественного, она уже не боится содержания, которое, так сказать, станет и вытеснит его. Но что происходит после того, как содержание действительно становится одним? Почему из дальнейшего рассуждения одно начинает соотноситься с чем-то внешним себе? Почему оно перестаёт соотноситься с формой? С тождественной формой? Понял, принято, да. Это достоверная штука историко-философски, да, что они обрабатывали эту тему нам на примере чувственного одного. Хорошо. 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 Итак, наше новое состояние уже второе по счёту. Уже это в том, что форма сознаёт себя тождественной и одновременно причиной содержания. Содержание эта форма сознаёт теперь как становящееся тождество с собой и просто становящееся тождество. Поскольку форма является причиной этого становящегося тождества, тождество действительно никоим образом не может его уничтожить, поглотить. Потому что форма в данном случае уже знает себя причиной, как ты это поглотишь, если форма причиной. Если форма уже знает себя причиной, то никакое содержание уже теперь поглотить форму не может. Потому что содержание обязано форме своим существованием, точнее, своим становлением. И своим определением одного. Цифра три. В этом новом состоянии сознания рефлексия также обнаруживает два момента. Соседство слова «сознание» и «рефлексия» довольно смешное. Соседство слова «сознание» и «рефлексия» также обнаруживает два момента. Новое состояние, как мы видели, заключается в том, что форма является причиной того, что содержание становится как одно. Форма сознает себя причиной содержания, то есть сознает себя ставшей. И этим изменяет характер становления содержания. Содержание становится уже не как содержание, а как нечто одно. Ну, я просто повторяю зачем-то. Уже сказано, я живу. Не к этому вопросу и зрения. Ну, как бы то ни было. Но по мере того, как содержание становится, делается одним, форма перестает сознавать себя причиной своего результата. То есть одного. Форма теряет себя в своем результате. Форма сознает одно, но не сознает, что она, форма, образует одно. Вот этот аспект, которым сталкивается форма, когда переходит ко второму своему состоянию. По мере того, как содержание делается одним, под влиянием формы. Именно форма сделала, дала ему определение одного. Форма перестает сознавать себя причиной своего результата. Теряет себя в своем результате. Сознает одно, но не сознает, что она, форма, образует одно. То есть теряет себя или теряет себя как причину? Теряет себя как причину. Себя-то она не теряет? Нет. Или теряет? По-моему, нет. Если она себя теряет, переходим опять к предыдущей. Смотри, содержание становилось одним и стало одним. Но оно внесет в себе вот это простое определение, что оно есть одно. Но в нем, в этом результате, нет как бы следа того, что это продукт действия формы. Что это причинено формы. Вот в самом ставшем одном, нет просто следов причинения. В этом смысле форма себя теряет. А форма-то есть? А форма-то есть. Почему нет? Просто она получает результат, на котором не написано, что это мой результат. Нет, ну есть и в том, что получен результат, есть форма. Форма может предположить, что это результат ее причинения, нет? Так форма обнаруживает себя в одном или нет? Да нет, по смыслу нет. Если она уже встала, то нет. Ну или по мере того, как она встала, да. Она никогда не может встать. Всегда форма никогда не может обнаружить себя в результате. Почему сразу всегда? Ну вот сейчас она просто не умеет. Когда форма-то знает все ее формы. Актуально ставшей. Ну. И не важно на самом деле, что там происходит. Становится там. Содержание не становится. Если она себя знает. Ну. Ну просто сейчас это происходит. Как бы она себя не знает. Если она себя знает. Сейчас-то это происходит в конкретной форме. И особенностью этой конкретной формы, вот, оказывается то, что... Это просто вот эта вот, когда форма теряет себя в содержании второй раз. Она теряет в каком смысле? В том смысле, что не находит себя в содержании или не находит себя как причины в содержании? Ну, а каким способом она находит себя в содержании? Так она может себя найти в содержании только в качестве причины. Что значит? Я не говорю вопрос. Сознавание себя формы. Потому что, в сознании себя формы у нас означало сознание себя актуально или причиной. Так. Если я в содержании нахожу себя, значит я нахожу себя причиной этого содержания. По этому вопросу очень так. Как бы форма должна вообще себя в содержании не находить, чтобы не находить в себя причиной. Просто быть причиной и сознавать себя – это одно и то же. Я думал, я на нашем деле не нашел ответа на этот вопрос. С одной стороны, конечно, мы уже сказали, что теперь содержание, когда форма осознала себя причиной, содержание уже не может поглотить форму. Но, с другой стороны, когда содержание становится чем-то дождественным, оказывается, что форма осознает содержание, но не осознает себя причиной этого содержания, то есть теряет себя в своем результате. Она же себя потерять не может по определению, потому что форма себя знает – это означает, что она знает себя причиной. Либо надо это развести – знать себя и быть причиной. Либо получается странно, что форма, зная себя, как бы не зная себя как причиной. Ну, тут одно, можно сказать, на мой взгляд, было это. В первом случае форма потеряла себя как бытие, а второе, что она потеряла себя как причину. Да. Ну значит знать себя и знать себя как причину – это разные вещи. Ну, вообще-то, да. Но не обязательно знать себя как причину. Да, форма уже знает себя как про что и есть и при этом не знать себя как причину. Значит, в втором случае, когда форма теряет себя как причину, она, опять же, знает о себе, что она просто есть. Вот в этом я как раз не уверен, потому что если она теряет себя как причину, а она к содержанию относится как причина, то она вообще как бы теряет себя, получается. Нет, она совсем потеряет себя и... Она иначе теряет себя. Просто смотрите, все эти неприятности случатся только если одно окончательно станет одним, но предмет не перестает становиться. Поэтому то, что мы говорим, что по мере становления или если предмет становится одним, то форма утрачивает себя как причину, это лишь некоторая абстракция действительного движения. В действительном движении предмет никогда не станет. Если бы он встал в качестве одного, тогда да, у формы неприятности. А что значит не стать одним? Это значит стать двумя, что ли? Нет, он просто не окончательно становится одним. Он становится одним, но этот процесс просто не завершается. Так вот я как раз думал, что может быть иной смысл. То есть предмет стал одним уже, но только внутри этого одного как бы, что есть одно, как бы, продолжается становление. То есть часть тождественности формы, но это как бы я немножко грубо говоря, перешла уже на предмет. То есть предмет в чём-то приобрёл тождественность, а в чём-то продолжает становиться. Я понимаю. Мне кажется, схема другая. Он не завершает становление в качестве одного, но процесс идёт. И пока этот процесс не закончился, форма сознаёт новую трудность, которая перед ней вот-вот возникнет. То есть если он сейчас встанет, то получится, что неизвестно, на каком основании я причина. Потому что в нём не будет следов меня как причины, если он станет в качестве одного. Но это для формы не действительное состояние, а только лишь как бы сознавание момента того, что происходит. И как бы тем самым преувеличивание момента того, что происходит. Просто содержание, оно же многообразней, чем просто быть одним. Если какой-то аспект содержания, а именно быть одним, уже стал, это не значит, что всё остальное содержание стало. Там ничего кроме этого нет. Как так? Много чего есть. Там ничего нет. Там просто целый огромный мир потенциальный. Нет, ничего пока там нет. Я понимаю, что пока нет. Так вот он встал, в аспекте только именно одного он встал, а во всех остальных аспектах продолжает становиться. У него нет аспектов. У него он встал пока, только в качестве есть, в качестве бытия. А в качестве одного он ещё только становится. Он когда-нибудь встанет в качестве одного? Да, но форма для этого должна перейти на следующую ступень. Как вот смотри, когда была просто оппозиция, форма есть, а это становится, то угроза от становления была такая, что если оно всё-таки встанет, то оно встанет чем? Оно встанет есть и будет неотличима от формы. Но форма сделала следующий шаг. Она осознала себя в качестве ставшей и причины этого становления. И тем самым позволила становлению в смысле бытия завершиться, содержание есть. Но оно продолжает своё становление, оно дальше начинает становиться одним. Для того, чтобы оно стало одним, форма должна сделать следующий шаг. Вот интересно, становиться одним – это что такое? Один – это количественные характеристики. Это что такое было? Было многим, что ли, стало одним? Вот становиться одним – это нечто странное. Я понимаю, что я могу становиться зелёным, но как становиться одним? Аспект одно на самом деле – это аспект формы, а не аспект предмета. Предмет не может быть одним. Потому что это не характеристика предмета, а характеристика формы. Ну, я не знаю, а как тут ещё можно сказать? Оно становится тождественным или становится определённым? Оно становится как тождественное, а потом оно будет становиться как многое. Просто как многое, просто как тождественное. Причём здесь зелёное? Ну, как говорится, становится одним – это что значит? Предмет становится одним – это что значит? Предмет просто одно. И это характеристика формы, перешедшая на предмет. Но это означает, что у предмета сейчас, наверное, в этот момент есть одно определение. Предмет есть. И он получает следующее определение, что он не просто есть, а он тождественный или равный себе. Вот он находится в процессе получения этого определения. Нет, я хотел даже не так сказать, не то, что просто тождественный на себе, а что предмет в первый раз действительно есть, и это некое бесконечное состояние, а второе – конечен. В каком смысле конечен? Какое-то ограниченное, какое-то что-то, нечто такое, какое-то иное по отношению к тому, что просто есть. Но он все равно в одном. Да, ну, мне кажется, здесь спорт только о словах, потому что, ну, можно это же точно так же определять словом. Потому что сказать, что становиться тождественным – это тоже смешно. Ну, как можно становиться тождественным? Извините меня, либо тождественным уже, либо не тождественным. Становиться тождественным невозможно. Давайте вот это, как бы, это игра, какая-то… Ну, как можно становиться тождественным? Ну, вот так вот и становится. Можно быть либо тождественным, либо не тождественным. А зачем вообще он становился бытием? Это вообще караул? Просто надо говорить, всё тоже здесь было на стороне формы. И форма часть этого творчества передала предмету в том смысле, что предмет стал один. Он продолжает становиться, но уже как одно. Не как нечто не оформленное аморфное, а как одно. Конкретное, конечное одно. Не конкретное, а просто конечное одно. Почему я слово конечное, мне сразу становится понятно, что бытие – это нечто такое непонятное. Это как хаврос, да? Нет, всё правильно было. Единственное только, что я думаю, что здесь процесс такой, что для того, чтобы процесс становления этим конечным завершился, и оно стало конечным, форма должна уже сделать следующий шаг. Оставаясь на этом шаге, просто осознавая себя причиной, становление конечным не может завершиться, пока форма только сознаёт себя в качестве причины. Когда она сделает следующий шаг, как бы чуть-чуть отодвинется от формы, то форма сможет стать конечной. И продолжит дальше становиться… Содержание. Да, да, да. Оно продолжит так вот потихонечку догонять. Ну давайте посмотрим ещё немножко. Значит, завершая это… Остаются трудности, ничего я не вижу, как завершить. Но форма сначала потеряла себя как существующая, как простой и есть, а теперь потеряла себя как причину. Но вряд ли можно сказать, что она сохранила себя как простой и есть при этом. Но это для неё угроза, это не то, что свершилось, это только угроза, которая осознаётся формой. Ну да, она уже перестала бояться угрозы, что содержание станет бытием. Причём стать на всё равно не может быть его. Она, конечно, будет всё равно становиться бытием, но как бы… Как можно становиться бытием? Вы говорите такие вещи, но как можно становиться бытием? Всё, что становится, уже есть. Нельзя стать бытием. Нет, то, что становится, оно и есть, и нет. Как можно сказать, что то, что становится, уже есть? Оно и есть, и нет. Мы с этим играем. Поскольку оно есть, оно уничтожает форму. Поскольку его ещё нет, форма предшествует ему. Становящийся производящийся никак не скажет, что оно есть. Тогда в чём же разница между бытием и становлением? Мы сходим из этой посылки. Есть бытие, есть становление. Но, например, зелёное становится более зелёным. Оно и до этого было менее зелёным, и после стало более зелёным. Разве нет? Ну, становление, конечно же, так же вечно, как и бытие. Когда мы говорим о становлении, мы не говорим о том, что есть момент Т, в котором нечто стало становиться, а до этого оно вообще не было. Становление – это как бы вот такое понятие, в отличие от бытия. Потенциально мы тоже не говорим, что оно либо будет, либо нет. Оно есть. Оно просто существует в состоянии потенциальности. Ну, что сделать? Мы из этого исходим. С другой стороны, чтобы сохранить себя в своём результате, форма должна не просто осознать себя формой, тождественно и ставшей, но сознавать себя формой снова и снова, воспроизводить себя в качестве формы или причины одного. Сознание себя причиной заключается в воспроизведении себя в качестве причин. Иначе мы теряем себя, форма теряя себя как причина в своём результате. А поскольку форма вселенной воспроизводит акт произведения, воспроизводит акт произведения, то она сохраняет своё осознание причины. Форма осознаёт себя причиной, чтобы осознать себя причиной вновь. Поэтому содержание, результат причинения не может стать результатами, оплатить свою причину. Результат становится результатом, но не имеет в виду чего-то ставшего. То есть форма всё время возвращается в ситуацию, когда она раньше, прежде. Раньше, раньше, раньше содержания. Опять раньше содержания. Снова раньше содержания. И тогда она сохраняет себя в качестве причины этого самого содержания. Но тем самым одно превращается во многое. Результатом воспроизведения формы себя является ряд конечных предметов, которые ничем не отличаются один от другого, и в каждом из которых форма осознаёт себя причиной, формой определённости. Смысл причинения остаётся прежним, и в то же время меняется. Форма предшествует, потому что она тоже действует на себе. Но теперь форма воспроизводит своё предшествие. Поэтому теперь форма определяет предмет тем способом, что даёт ему границы, делает конечным предметом. Определённость предмета заключается в его конечности. Такой способ определения предмета можно назвать указыванием «вот-вот-вот». Формой определения или просто формой является не «вот», а именно «вот-вот-вот», то есть множество. то, что форма знает о себе и о своём предмете. Это ведь тоже сторона или абстракция, которую мы вычленяем. Но эта абстракция, вычлененная сознанием, мыслится не просто как сторона, но и как самостоятельный опыт сознания. А от опыта одного мы переходим к опыту многого. Вот этот цифра три или третий опыт. Теперь содержание опять становится, потому что всё время форма говорит «я раньше», «я прежде», «я причина», «я причина», «я причина». Форма остаётся как бы актуальной тем самым. А содержание всё время возникает, образуется. Но теперь это уже содержание представляет собой множество одинаковых конечных предметов, в каждом из которых форма сознаёт себя причина. Это вполне самостоятельный опыт, который можно помыслить как такового. Это третье. Сначала содержание становилось как бытие, потом как тождественное, теперь как многое. Но каждый раз оно становится. И опять-то никак ничего не скажет, кроме того, что это многое. А форма остаётся сознающей себя в качестве причины? Да. Она всё время воспроизводит себя в качестве причины. Сознание себя причиной заключается в воспроизведении себя в качестве причины. То есть получается, что сама форма не развивается. То есть вот сейчас она как бы сознавала себя причиной и осталась сознающей себя причиной. Она просто нашла способ удержать себя в качестве причины. Да. Удержать себя в качестве причины. Воспроизвести себя в качестве причины. И тем самым превратить содержание во многое. А почему указывание? Потому что форма в каждом движении сознаёт себя причиной, сознаёт себя границей. Это действительно указывает, это вырезание то самое ваше. Это действительно, теперь действительно вырезание. То есть конечное всё-таки надо вот к этому применять. Как эти... Тождественное одно, а это конечное одно. Да. Которое является уже многим сразу. Вот множество то, что форма знает о себе и о своём предмете. Вот здесь вопрос. Сейчас была сказала, и мне подумалось, что... Форма знает о себе, что она воспроизводит себя в качестве причины. Ну, значит, знает себя как многое всё-таки тоже, да? Или она только содержание знает как многое? Мне кажется, только содержание. Зачем себя-то? Просто к сознанию того, что я есть у формы, добавилось умение себя в этом качестве удержать. Вот и всё. Никакого многого. Форма, по-моему, здесь никакая нет. Нет, ну как раз все же определённости. У нас есть определённости и формы. Там была форма определённости одного, а здесь форма определённости много. Многое же это всё-таки форма определённости. Форма. То есть предметом подателем, компасией. Ну да, ну да. Но просто форма саму себя, сознающая в качестве множества, это что такое? По-моему, это не немыслимая штука. Но форма, сознающая себя в качестве, воспроизводящей себя причины... Это не множество, а многого. Это не многое. Да, это не многое. Я только хочу сказать следующее, что если я сознаю себя причиной и воспроизводящей причиной, это не то же самое, что осознавать себя многим. Множеством. Нет. Предмет – да. Предмет – множество. А я – нет. Предмет-то один и тот же воспроизводится. Совершенно верно, но все равно множество. Понимаешь, на самом деле? Мне кажется, что всякая определенность все равно остается определенностью формы. А предмет как был, так и остается чисто пассивным становлением. Но какие-то... Если добавилось определенность множества, то есть многого, то это определенность формы. Но предмет-то получает при этом все новые и новые определения. И предмет тоже получает определение, да, согласен. Ну да. Тут, видимо, определенность предмета и определенность формы каждый раз как бы находятся в симметрии. То есть каждый раз, как предмет получает определение, она получает это определение от формы. Тогда, по твоей логике, для того, чтобы предмет получил определение предмета, сначала я должен стать предметом, а потом... Так оно так и получается, что такое бытие первое. Нет. Формы свидетельствуют о себе. Я никогда себя в качестве предмета... Но это понятно не в буквальном смысле в виде предмета, но формы свидетельствуют о себе, как есть. Нет, нет, я имею в виду более там... Вот помнишь вот это сложное понятие предмета, которое возникнет сильно позже. Ага. Но этого нет, конечно. Вот. Поэтому я тут... До сих пор было так, действительно, ты прав, но... Всегда ли так будет, в смысле, да? Да, я думаю, что вот прямо сейчас это перестает быть. Ну, может быть, да. В общем, это мне представляется сомнительным, что формы знает о себе, как о множестве. Просто иной смысл тождественности состоит в том, что тождественность подразумевает, что есть два, которые равны друг другу. Вот есть просто одно. Оно не равно ничему другому, оно просто одно и все. А есть тождественное то, что одно и другое, и оно равно друг другу. То есть в тождественности есть некий момент различения одного и другого, о чем говорят, что они тождественны. Поэтому, если вы говорите, что форма тождественна, то в каком-то смысле мы говорим о том, что она множественна. То есть она бывает, есть один момент и второй момент. Я не говорю, что как это понять правильно, это надо уже другой разговор вести, но форма же не просто одно и все, а она как бы тождественна. Форма же еще и тождественна. То есть она равна себе, то есть она различает себя с собой. И в этом смысл рефлексии, на самом деле, если думаться. Рефлексия что делает? Она как бы направляется на саму себя и различает того, кто свидетельствует, от того, о ком свидетельствует. То есть в рефлексии всегда есть этот момент, как бы развлечение. И поэтому форма, что то, что форма тождественна, это просто самое правильное определение о форме. Она именно тождественна, она не просто одно, она именно тождественна. И потом форма воспроизводит себя в качестве причины, то есть она... Воспроизводит себя как тождественна, фактически. Как тождественна, потому что причина может быть на только как тождественна. Опять же, не забывать о том, что это элементарно. Форма воспроизводит себя как тождественна, и поэтому воспроизводит себя в виде, каждый раз сравнивая себя, то есть как бы отождествляя себя. Вот, вот, вот так вот, отождествляя. Воспроизводит себя как тождественна, значит ли это, что это многое или нет? Ну, на самом деле, еще чуть-чуть, опыт одного, мы переходим к опыту многого, что бы это ни значило, чуть-чуть четвертые цифры. Но повторение, воспроизведение вновь и вновь, очевидно, заключает в себе два разных смысла. С одной стороны, это возвращение к одному и тому же, без перехода к чему-то иному новому. Это одно. Это одно, да. В этом смысле, всякое указывание, вот, берется безотносительно, без связи с другими указываниями. И форма является одной единственной, вот, взятая само по себе. Это вот, что Игорь хочет, мне кажется, выделить, но это действительно есть в качестве аспекта. Однако, взятая безотносительно, вот, не является формой, не может быть мыслимой в качестве самостоятельного опыта. Ну, действительно, вот, взятая безотносительно, у всякого другого, вот, оно фактически решено из формы. Хотя у Пламенида, конечно, не так. У Пламенида вод, это одно единственное вод, который прекрасно свет выделяет из тьмы. Так, а может, вы же тоже выделялись света из тьмы? Ну, я в шутку, я так. Свет становится во тьме, звук в тишине. Саша уже зачерпнул эту часть, я уже ее выкинул. А не получится, что он все зачерпнет? Ну, пока нет, пока. Что-то получается зачернуть, что-то нет. А что-то остается. А что такое, значит, тождественное одно? Если не одно, как свет на фоне тьмы? Ну, потому что там стоит все, у нас все движется. Может, статичное одно надо говорить? Ну, у Пламенида статичное одно, а у нас с вами становящееся одно. Совсем не похоже. В этом смысле всякое указывание вод берется безотносительно, без связи с другим указыванием. И форма является одно единственное, вод взятое само по себе. Но такое безотносительное, оно формой не является на самом деле. То есть оно является аспектом, моментом. Действительно, в воспроизведении есть момент возвращения к одному и тому же. А в возвращении к одному и тому же есть момент безотносительности. Как момент – да, но как самостоятельный опыт – это немыслимо. Формой, как мы уже сказали, является не «вот», а «вот-вот-вот». А это предполагает, что с другой стороны мыслится переход от одного «вот» к другому «вот», от указывания к указыванию. Но то, на что указывается, то есть новый конечный предмет, ничем не отличается от предыдущего. Поэтому в мышлении перехода от одного указывания к другому форма мыслит иное, точно такое же. Или следующее. То есть, когда мы мыслим переход, мы мыслим следующее. Вот. В прошлый раз в этом месяце была там сожреть. Поскольку мы мыслим переход, если мы не мыслим переход, получается безотносительное «вот». Есть возвращение к одному и тому же. Если мы мыслим переход, то мы мыслим следующее. Мне кажется, это правильно. Мысли переход, мы тем самым мыслим следующее. И это является самостоятельной формой мысли, хотя и является аспектом воспроизведения. Воспроизведение, еще раз, с одной стороны, это возвращение к тому же самому – и, значит, опять к небытию. Что нельзя мыслить. Либо мышление перехода — это уже вполне мыслимое о себе штука, хотя она является моментом воспроизведения. Воспроизведение, с одной стороны, возвращение к одному и тому же. Но и движение. Поэтому вторым аспектом является мышление перехода к иному. И взятое как самостоятельное, тем более, что противоположный аспект, нифига не мыслим. Ничего не стоит самопоставить. Хотя он как аспект существует. Но мыслим только второй аспект, который сразу даёт нам следующее. Мысль-переход, значит мысль-следующий. Продолжение следует...